Впервые в своей истории игроки футбольной команды Уфа завоевали бронзовые медали первенства страны. Позади сложный чемпионат, впереди только тренировки, а в дальнейшем и отпуск. Как проводит свое свободное время одна из самых молодых спортсменок команды, смотрите в нашем сюжете. Изящная, обаятельная, привлекательная девушка по имени Валерия. Ее на особо придерживается стиля, созданного еще Коко Шанель, которая говорила, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. На первый взгляд стеснительная и немного робкая Валерия может показаться начинающей фотомоделью, ведь по всем параметрам лучшие журналы мод и мировые подиумы ждут именно ее. Но нет, девушка профессиональная футболистка. Круто. Голову только чуть-чуть выше надо, подбородок. Вот, кстати, ты сейчас можешь вот так пояс опять, руки поставить на пояс, сделай такое высокомерное такое. Вот. Пять минут перерыв, чтобы немного отдохнуть, а заодно и освежить макияж. И снова фэшн-съемка. Через некоторое время Валерия уже привыкла к фотоспышке и с легкостью перевоплощается в любые образы. Мне очень понравилось работать с Валерией. Она хорошо входит в разные роли, образы, владеет своими эмоциями, может работать перед камерой легко. И я считаю, что она могла бы с легкостью совмещать футбол и фотомодельную деятельность. Для этого у нее есть все данные и огромный потенциал, я бы сказала. Ну, поэтому добро пожаловать. Мне было очень приятно работать с людьми, мне очень понравилось все. И я жду, не дождусь фотографий. Узнаете девушку? Все та же Валерия. Однако на футбольном поле подруги по команде называют ее просто и незамысловато. Егор. Несколько лет назад девушку в футбол заманила мамина подруга. Если вначале у Леры ничего не получалось, то со временем все изменилось. И она попала в команду, где стала основным игроком. Ну, никто не верит в это, что женский футбол, как бы, может, что-то из него получится. Хотя я считаю сейчас женский футбол намного перспективнее, чем мужской даже. У многих сложился стереотип, что девушка, занимающаяся спортом, не может быть женственной. Футболистка Уфы опровергает данное мнение. Я лично ношу платья, каблуки. У нас девочки все с длинными волосами, носят платья, каблуки все носят. У каждого, в принципе, свой вкус и своя какая-то изюминка. Лере всего 17 лет, а она уже играет в профессиональной команде Уфа. В прошлом году спортсменка получила серьезную травму. В одной из игр она столкнулась с ротарем соперника, из-за чего получила сотрясение мозга. А позже в больнице обнаружили еще и разрыв почки. Несколько дней она провела в реанимации, но, несмотря на все это, после операции она, не раздумывая, надела бутсы и стала тренироваться. Я не могу без футбола. Я играю. Да, очень серьезная травма была, конечно. Но мне все говорили, не занимайся, мне врачи говорили, не стоит. Только личный мой врач, уролог, он говорил, типа, если хочешь, играй. Она вернулась в спорт, но период адаптации был нелегким. Сначала был страх, а сейчас, ну, как бы, нет, его вообще нет у меня сейчас. Было перед любым мячом, перед волейбольным, перед футбольным, перед любым мячом, перед любым столкновением, перед всем. Ну, я даже на ноги встать боялась, когда я лежала на больничной койке. Валера, несмотря на травму, очень серьезную, которую она перенесла, мы благодарны ей, что она вернулась к нам. И она нашла себе силы, очень сильный человек, она, надо сказать, по своим данным. А как футболистка она очень способная, талантливая. Ну, и она показывает это все на поле. Вот такая она уфимская футболистка Валерия Егорова. Неотразимая, сильная духом и, конечно же, влюбленная в футбол.